К другим темам. Жёсткое, как видится в России, несправедливое решение международных спортивных чиновников. Наших легкоатлетов отстранили от всех международных соревнований. Об этом было объявлено на заседании Всемирной Федерации Лёгкоатлетики, которое созвали по следам громкого допингового скандала. Но это решение не окончательное. Подробнее Павел Краснов. Чего только не говорили о возможном решении Международной Федерации накануне его принятия, и что оно стало бы чересчур радикальным и даже абсурдным, не верили в вероятность такого исхода, напрасно. После трёх с половиной часов обсуждения Федерация вынесла вердикт, аналогичного которому не было за всю историю мирового спорта. Дисквалификация целой страны. С этого дня ни один российский легкоатлет не может принять участие в международных соревнованиях. Совет, подавляющим большинством голосов, принял решение с этого момента приостановить членство Российской Федерации и лёгкой атлетики. Это сильнейшие санкции, которые мы могли применить сегодня. Решение беспрецедентное, но именно такого от Легкоатлетической Ассоциации требовало Всемирное антидопинговое агентство, благодаря которому и разразился нынешний допинговый скандал. В понедельник там опубликовали трёхсотстраничный доклад, обвинив российских легкоатлетов в систематическом употреблении запрещенных препаратов. Возможности оправдаться России, по сути, не дали. На подготовку ответа предоставили всего 72 часа. Но до последнего наши представители надеялись, что возобладает здравый смысл. Не должны спортсмены чистой, незапятанной репутации, либо молодые таланты, которые только-только добились каких-то первых результатов во взрослом или даже в юниорском возрасте, не должны отвечать за грехи прошлого и за грехи тех людей, которые действительно использовали запрещенные средства. Но члены совета не вняли ни этому доводу, ни другим о том, что претензии касались прошлых лет, и что Россия готова сотрудничать с международными спортивными чиновниками, вплоть до назначения иностранца главой антидопинговой лаборатории. Теперь непонятно лишь, как долго дисквалификация продлится. Решить это должна специальная комиссия, которая скоро прибудет в Россию. Мы должны дождаться результатов работы комиссии, вернее, наверное, вместе с ними даже работать. И тогда будет принято решение с советом, на какой период вот это временное отстранение распространяется. Период, к сожалению, не прописан, поэтому все будет зависеть от того, по всей видимости, насколько убедительными мы будем в своих доводах, ну и насколько объективным будет комиссия. Уж извините, конечно, надо об этом тоже сказать. Ну, я верю, что это будет так, конечно. Окончательную судьбу российской легкой атлетики могут определить совсем скоро. Следующее заседание Международной Федерации состоится через две недели. Пока же Россия лишена права не только выступать на мировом уровне, но и проводить турниры, в частности, чемпионат мира и юношеское первенство по спортивной ходьбе. Но главный вопрос пока повисает в воздухе. Примут ли наши легкоатлеты участие в Олимпиаде в Рио? Спортивные власти уверены, что шансы есть. Глава Олимпийского комитета России уже встретился с президентом МОК Томасом Бахом. Итогом встречи стала договоренность. Чистым спортсменам откроют дорогу на игры, если Россия изменит ситуацию в легкой атлетике. Наше общее мнение заключается в том, что атлеты, чистые спортсмены, которые никогда не были замешаны в употреблении допинга, должны принять участие в Олимпийских играх. Для того, чтобы это сделать, потребуется сотрудничество с международными антидопинговыми организациями. И, конечно же, потребуется реформирование Российской Федерации легкой атлетики. Провести такую реформу Россия готова, причем оперативной. И тогда можно будет надеяться на скорую отмену дисквалификации. Мы проведем неочередные выборы, заменим всех сомнительных людей, если еще у кого-то там сомнения по каким-то персоналям. Обновим эту федерацию. И через три месяца мы способны будем предложить Международной Федерации легкой атлетики обновленную федерацию с сделанными выводами, с новыми структурами и прочее. Даже при неблагоприятном развитии событий у наших спортсменов еще останется возможность выступить в Бразилии. Но не под российским, а под олимпийским флагом. Правда, в этом случае, даже заняв первое место на пьедестале, они не смогут услышать российский гимн и принести медаль в копилку своей команды. Павел Краснов, Юлия Заграничного, Алексей Козлов и Сергей Левашов. Первый канал.